Прошу голосовать. Единогласно, 145 жителей села Санниково в рамках публичных слушаний проголосовали против появления на их земле полигона для мусорных отходов с ныне модным названием «Эко-технопарк». Пока ситуация притормозилась, люди все равно держат это все на контроле, никто не собирается вклопать в ладоши, что мы победили. В любом случае, все это идет на контроле. Пока временно, Павел. Да, да, у нас такое же было после 21-го, когда люди вышли в администрацию, после всех этих собраний у нас было затишься. И правда, история с появлением «Эко-технопарка» в Первомайском районе имеет свое начало. Компания «Механизатор» пару лет назад планировала расположить полигон площадью более 500 квадратных метров рядом с поселком Новый. Люди и тогда сказали нет, но от идеи компания не отказалась и уже в 23-м «Технопарк» хотели разместить рядом с Фирсово и Санниково. Причем на территории, кроме полигона и мусороперерабатывающего завода, механизатор планировал расположить складские помещения и места под захоронением мусора. Ни в коем случае, если лаконично, ни в коем случае не допускать таких паразитов на территорию нас, чтобы мы своим детям такое пагубное наследство не оставляли. На слушаниях жители Санниково были эмоциональны, но выкрики с мест скорее единичны. Желание народа сказать нет полигона по сути подтвердила и докладчик, разработчик генплана села компания «Земпроект». Эксперт пояснила, «Экотехнопарк» по документам должен был появиться еще 21 год назад. Все сроки истекли, а о продлении никто не заявлял. Второе, почему мы можем убрать, само министерство, которое разрабатывало схему размещения отходов, пояснило, что программа оказалась неэффективной. То есть никаких мероприятий сейчас не производится, чтобы организовать все, что там было запланировано. Соответственно, вряд ли в ближайшие 5-10 лет эти объекты будут реализовываться. Что будет теперь на территории, отвоеванной жителями у мусорного полигона, пока неизвестно. Но известно другое, где может все же расположиться тот самый «Экотехнопарк». И это совсем неподалеку, в Зудилово. Уже реализуется инвестпроект в Барнаульской зоне, как раз в Первомайском районе. Буквально в ноябре подписана соответствующая инвестиционная программа Минстроя Малатайского края. Объект уже фактически готовится и реализуется. Поэтому целесообразность появления еще в этом небольшом участке, то есть для этой части за рекой, за мостом, она вызывает сомнение. Сергей Войтюк отметил, что в любом случае проблемы складирования и переработки мусора решать необходимо во всех зонах края, в том числе и Барнаульской. Ведь на территории краевой столицы рано или поздно полигон придется закрыть. Он исчерпал свои возможности. Но, как и многие, придерживается позиции. Пусть эко-технопарки появляются там, где мусор раньше уже складировали. Есть база, да и люди вряд ли будут против расширения годами сложившихся полигонов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.